Друзья, всем привет! Вы снова смотрите Kerbal Space Program. В прошлой серии у нас прошла миссия по спасению нашего кербонавта. Теперь уже нашего, до этого по заданию болтавшегося в космосе. Так, здесь у меня такое вот интересное такси получилось. Мало того, что мы спасли кербонавта, так еще и прокатили туристов. А теперь у нас остается одно, посадить кораблик. Перецентр, вот смотрите, у меня уже здесь 43, а здесь 268. Ну, у меня есть подозрение, что мы все-таки сядем на этот раз. Топливо совсем в донышке осталось, но я его оставлю пока. В случае чего сделаем тормоза небольшие. Так, все, понеслась. Подтормозим. Так, против движения поставим. И откинем. Потому что баки тяжелые, а корабль у нас и сам по себе тоже не пушинка. И придется нам отбрасывать баки эти. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Главное спасти всю нашу компанию из кербонавтов. Так, понеслась. Еще тормозить будем об атмосферу. Да, уже все, пошли тормоза. Красненький. И все, поехал вниз по центру. Посмотрим через перецентр, когда пройдем. Должны, должны будем успеть сесть. Вот у меня уже абиллятор здесь маленько. Абиллятор потерся за время нескольких метков. Ну и сейчас я думаю, что не хочется. Потому что прекрасно высядем. Пошли, пошли. Вот уже перед центр пик. Сейчас будет подниматься. Все, опять поднимаемся. Есть у меня подозрение, что все-таки успеем преодолеть. Или на следующий виток пойдем. Конечно, можно сейчас резко затормозить. Да, походу не успеваю. Черт. Так, так, так. Пошла, пошла жара. Опять на темной стороне, что ли, садиться придется. Так, все, поднялись на высокую траекторию. И перед центр у нас здесь уже 20 с лишним метров. Да. Опять темная сторона. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, все-таки... Все, да. Ушла орбита. Считайте. И пошли на снижение. Так, вот здесь вот центр темной стороны. Надеюсь, где-нибудь здесь сядем, чтобы посветлее хоть маленько было. Вот тут. В темноте все-таки не так красиво и эпично получается. 56 метров над землей. Перецентр уже полностью опустился, считай. Все, пошли на снижение. Ну, давай-давай. Скорость 2200 метров. Быстро летим. Просто ни хрена, ни медленно. Ну как, все, кончился перецентр. Ну, зашибись. Так, вот наша где-то здесь взлетная площадка. Вот тут, да. Было бы прикольно сесть же и на нее. Но, смотрите, все. Мы не будем садиться где-то на темной стороне. Падает, падает. Перецентрик. Все, тормозим. В принципе, скорость тоже не бешеная уже, а приемлемая. Но пока набираем. Это не очень гуд. Так, все, начали тормозить. Прекрасно. Может быть здесь упасть? Или все-таки воды дотянуть туда? Не, наверное, к воде. Доползем. До воды. И включу движочки. Чтобы как раз уходу плюхнуться аккуратнее. Так, давай, давай. Нет, что такое тут? Все, курируем. И движочки. У нас осталось 100 метров. Наконец-то закончили бешено, но не слететь. Главное успеть выдернуть чеку тормозных парашютов. Так, желтая, белая пошла. Отлично. До уровня моря еще нормально падать. Так что успеем открыть. Движки упали в воду. 500 метров пошли в воду. 500 метров пошли в воду. Все, плевчики открылись. Теперь можно ускориться. 500 метров до воды. Четко. Все. Наша сосиска. Вот это вот сядет. Давай, заваливайся. Забираем. Как-то науки немного мы срубили. Ну, зато 8 тысяч вернули. Плюс. Я говорил, что во время старта у меня было денег всего лишь 10 тысяч. Теперь аж 700. Хорошо погуляли. 290 репутация. Все туристы получили по уровню. И даже вот этот наш пилот, которого мы спасли. Так, сколько стоит улучшить? 560. Дороговато, блин. Тут полностью улучшено. А тут дорого совсем. Да. 451. Ну, пока взлетно-посадочным полем я не пользуюсь. Поэтому будем развивать пока только космос. Так, ну и че. Надо бы взять какую-нибудь миссию активную. Интересную. Одни туристы. Опять спасение с орбиты. Угу. Так, ну вот эту возьмем. Угу. Угу. И вот эту возьмем. Итого. Активные миссии. Передайте или верните научные данные с поверхности Муны. Исследовать Муну. Вам необходимо собрать все свои вещи. Так, выйти на орбиту. Совершить выход в открытый космос на орбите. Вернитесь на Кербин. А вот жалко, нету у нас миссии, где на Муну надо приземлиться уже. Ну, можно сказать, что это вот это. Ну, я думаю, можно попробовать совершить посадку на Муну. И сейчас тупо собрать для этого дела кораблик. Так, а по научке, мне кажется, ни черта не хватит. Нифига мне не хватит. Да, здесь надо 90. Набрать. Стыковки вот тоже бы не помешали мне. Есть, конечно, вариант высадиться на нашей же планете. На орбите. Точнее, не на орбите, а на северном каком-нибудь полюсе. И собрать данные научные с него. Тогда мы получим нормально так. Но это тоже придется тратить средства и деньги. Давайте поглядим, что у нас получится. У нас получится возможность вообще отправиться на Муну или нет. Так, ну это мы, наверное, берем, конечно, экипаж этот. И научную хрень сюда. Вот так. Поглядим. Отлично. Побольше света будет. Здесь у нас теперь надо разместить приборчики. Все-таки будем садиться. И собрать данные не помешает. Вот так. Все стандартно. Больше пока других я себе тем не нарыл. Так. Сразу сюда. Пилот. Инженер. Ученый. Не очень удобно. Давайте добавлять. Веса. Так, пониже спустилась. Еще маленько, наверное, надо. Вот так. Теперь и чем? Как обычно, парашюты пошли. Тормозные парашюты. И стандартные парашюты. Вот так. Я думаю, этого хватит, чтобы посадить всю эту хрень. Вот такая вот бадья. Пока так. И че-че-че. Давайте дальше. Уже 13 тысяч здесь заложено. Не слабо так. Ух. Еще бы электричество сюда-то подключить не мешает. Но нам сперва нужно... А, вот еще что я забыл. Как там с весом? Блин, 4,5 тонны. Это очень тяжело садить будет на муну. Такую вот дыру. Даже не знаю. Хватит ли мощей. Так. Попробуем. Сделать так. Лишь бы хватило нам топлива для торможения. На муну. Вот так вот. Этого, наверное, должно, по идее, хватить. Вот хватит ли, чтобы взлететь? Вот в чем вопрос. И оставить... Вот этот последний движок, чтобы был... Наверное, так и сделаем. Пригодится. Это для корректировки уже для торможения в сторону земли. Вот это вот все. А вот это для посадки на муну. Слабенькие, конечно, движки. Не знаю, успеют ли они тормознуть. Ну, да ладно, давайте попробуем. Так. Так. Ну, можно считать, что это основная хрень, которая должна долететь до муны. Теперь надо сюда добавить. Теперь надо сюда добавить РСС немножко. Так. И сами поворотники. Так. Так. Хотя, что он мне даст? маленькие окошки, но ничего. Нехрен смотреть. Да. Крепеж тут еще получится. Ну, давайте так. Уж не отвалится. Так. Так. А ножки у нас только вот такие беспонтовенькие. Ну, ничего. Сядем и на таких. Лишь бы сильно дышки не пострадали при посадке. И будет все тип-топ. Вот эту хрень надо посадить. Основная хрень будет у нас на муне. Что-то еще нам не хватает. Не хватает нам антенн. Даже не знаю, как, блин, их присобачить. Так. Давайте-ка изменим следующее. Вот так. Ну, неплохо. Конечно, лучше, если бы она вверх смотрела, но неудобно получится тогда складывать их. Оставим так. Ну, вот такая вот хрень должна у нас совершить посадочку. Будем пробовать. Здесь, по-моему, все остальное я взял. Да, света бы еще добавить. На всякий случай. На посадку. Чтобы подсветочка у нас была. Место, куда будем садиться. Хотя не так, слишком широко. А вот будет поуже, если вот так добавим. Вот. Да, блин. А, нет, вроде нормально, да. Если что, сопло так бьет, это чисто точку создаст, да? Блин, тоже не камильфо. Ладно, давайте пошире сделаем спектр света. Эй. Ну-ка, вернись. Так, 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 так. Вот сюда. Ну и можно сделать подсветочку нашему кораблю. Чтобы не скучно было. Так. Думаю, неплохо. Ну и все, и понеслась душа в рай. Делаем теперь остальное. Давайте алминитруем. Поехали. Поехали. Время. Это единственный у нас такой самый мощный движок который позволит выйти этот конечно пудель чисто для космоса создан но не буду я его использовать хотя было бы неплохо в самом космосе но нам надо вот это вот все чтобы вылезло за пределы гравитации все таки кораблик тяжеленький получился 28 тонн поэтому не будем экспериментировать так так чтобы не колбасило тоже надо закрепиться так я думаю хватит такого и здесь мы то же самое наверное проделаем да ё-моё да ё-моё ну маленечко задеваем ножки но я думаю сильно это не смертельно так тоже поставим здесь такую хрень и снизу держать а то отвалится нахрен при взлете отлично так еще наверное сделаем следующим с этой трубы вот в эту трубу так все 4 и вот так блин тут кстати целая гора у меня сообщений давайте все это нахрен уберем отставить эй назад вот так хорошо так у нас получится работать будут все движки да а в конце останется вот это вот дура парочку стабилизаторов на всякий случай добавим так и надо пинка чтобы дало нам офигеть 120 тысяч почти для пинка нам подойдут кувалды точнее булавы так что там есть превышение масса 412 тонн охренеть это все ради того чтобы слетать на луну это все вот так Все неплохо И сразу повернем Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание Вот такая вот ракета у нас полетит на Муну Я думаю, сперва наберу, так сказать, высоту И выйду на орбиту А там уже будем смотреть Когда полетим в следующей серии на Муну Всем пока!